здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала всего по просьбам вашим делаем обзор трактора 92 п мтз 92 п который находится у нас на эксплуатации уже один год не самому было интересно под и подвести итоги его эксплуатации мы конечно их каждый день подводим мы знаем что как с этим трактором ну вот для всех зрителей было бы наверное тоже полезно а сразу скажу общее впечатление о тракторе принципе она положительная то есть нету таких каких-то вещей которые бы выделяли этот трактор из ряда вон в плохую сторону и я бы мог сказать что это плохой трактор нет все в принципе нормально достоинство это портальный мост как вы видите который позволяет работать хорошей нагрузкой хорошо работает передний привод все все нормально нет никаких там конических шестеренок как простом 82 тракторе в этом смысле все нормально никаких хлопот нам не доставляла они коробка передач не двигатель на последних вот уже буквально один-два месяца эксплуатации на двигателе вот в этом месте вокруг вот этого рычага управления газом вокруг оси его стал появляться какое-то запотевание такое топливо или масло не знаю но вот это было так принципе все все нормально нигде масло не гонит двигатель вообще скажу этот трактор собирают череповце и принципе по именно качеству сборки то есть по затяжке болтов и гаек по все по вот этим вопросам о претензии особо нет он реально вот например посмотрите колеса передние эти гайки мы даже не не подтягивали вот и не даже видно что они и не сдвинулись с места самого начала ну это такой пример просто качество окраски кузова вот тут эти пластиковые все детали к ним тоже претензий принципе нет никаких они даже не за это время не полиняли ничего само по себе конечно есть некоторые такие проблемы но это это общие проблемы мтз когда делается что-то но не думается как это будет потом по жизни работать и использоваться ну например вот смотрите простой вопрос заменить вере не заменить а подлить масло в гидросистему ну допустим у вас там выгнала масло через какой-то там пресс-подборщик или борону или я не знаю через прицеп порвался шланг вам надо подлить масло вот чтобы подлить масло вам надо вот сюда залезть открутить четыре болта крепления вот этого лючка и потом открутить еще пробку заливную для гидро бака в гидробаке то есть как бы дело непростое и уже по себе само муторное вот тебя надо иметь и ключ на 22 и ключ на 10 вот ну понятно лейка и все остальное то есть это вещь такая неприятная больше всего проблем досталось нам с навеской навеска здесь как бы считается нестандартное оборудование и нам его компания продавец покупали мы в компании белагра нам его монтировала и мы за это платили естественно деньги ну вот в результате получилось что вот эти все вот эти мы меняли раскосы вот это стоит старый вот этим и раскрыть и подвесы меняли вот эти все мы меняли вот видите вот здесь вот это не меняли но вот это у нас в одном месте в дороге открутилась верхняя часть была ну просто стояла но над настолько плохая резьба соус это что она просто выпала потеряла сейчас будем ставить другую гнулись вот эти пальцы то есть поставили банально поставили китайскую навеску которая ну ну я не знаю на что она рассчитана ну то есть мы работали с обычными орудиями об этом я скажу позже но вот такие вот неприятности были ну вот как видите вот здесь крепеж стоит этого гидро шлангов а здесь нет потерялся видно раскрутился или мы не подкрутили так что такая есть проблема вот теперь эти гидрошланги просто так висят была одна из первых поломок который у нас на нем случилось это мы меняли вал отбора мощности механизм весь привод вала отбора мощности вот ну короче все все в сборе весь вал отбора мощности мы меняли раскручивал я все и менял почему лопнули ушки которая ну там держат вот эти все прижимные колодки и так далее вот это вот это все просто лопнул слабо плохой металл поставил я купил в сборе этот блок и поставил туда принципе после этого с этим блоком никаких проблем не было работали мы с валом отбора мощности в основном с косой на тысячи оборотах принципе все нормально значит работы какие выполняли мы транспортные работы с прицепом и перегрузчиком загрузчиком сейлок из косой ну и со всеми разными прицепами короче вот у нас работал и дима иногда работал на граблях значит понятно все знают наверное что на мтз переключение оборотов вал отбора мощности очень неудобно и то есть она находится вот здесь внизу под коробка передач видите здесь лестница есть вот аккумуляторный блок стоит и вот надо одной рукой отпустить контрагайку болт который держит пластину потом вставить ключ на 17 и второй рукой дотягиваясь до вот этой вот рычага которым глушится двигатель вот вот здесь во время заглохания двигателя успеть переключить вал отбора мощности на 1000 оборотов или наоборот на 540 то есть тоже видите какая вот такая вот процедура если бы кто-то ее например там из главных конструкторов этого завода сделал сам лично он бы понял насколько она неудобная и что-то бы придумал по-другому а так вот мучаются тех кто эксплуатирует эту технику я еще хочу сделать одно замечание многие могут сказать вот все белорусы плохие трактора и так далее нет это хорошие трактора ремонтопригодные и на которые есть запчасти везде все хорошо с ними они некомфортные они не не неудобные в эксплуатации и обслуживании во многих местах вот но и они дороговаты по тому как их продают они должны стоить намного дешевле исходя из вот многих недостатков которые имеются на этих тракторах тем не менее они стоят очень дорого вот это их есть недостатки а вообще такой массовый трактор и который делает свою работу он неплохой но как говорится вот теми недостатками которые сказал да и многие кто их используют еще еще больше этих недостатков знают даже к вопросу ремонтопригодности не очень он ремонтопригодный многие вещи ну я говорю простой вопрос например мне нужно бы например поменять датчик в топливном баке не надо для этого снять сиденья это тоже непросто но мы потом к салону вернемся по электрике хочу сказать дальше все фонари работают сейчас исправно и никаких нареканий нет то есть вся электрика работает все все хорошо какие одна проблема по электрике я бы сказал это вот вот эта мигалка она сейчас у нас включится поработать немножко и перестает работать то есть вот это с ней была такая проблема ну вот если приглядеться посмотрите вот тут эти места ржавые ветер петли ржавые то есть можно было их покрасить хотя бы но никто этим не озадачивался хоть они под крышей но общая влага есть они ржавые вот видите трескается может видно будет если трещина на выхлопной трубе вот идет это начало дальше она отпадет это почти сто процентов вот так что вот такие вещи есть а так все нормально ну вот буквально недавно просто так вывалилась стекло фары 1 ну что сказать мы сейчас конечно в клеем но вы знаете что вот это вот нельзя протирать не тряпка ничем сразу вылетают вот это вся блестящая на нем окантовка поэтому надо аккуратно сейчас снять вот этот герметики приклеить новое стекло просто вылетела я не знаю это держится а это ходит это он видно что скоро вылетит то есть но это заводское все вот его надо получается менять из доработок мы сюда ставили отопитель для зимы в принципе все в обслуживании проводили меняли масла фильтры все нормально так так поэтому ну вроде бы я все сказал так теперь по коробке передач говорю что до нареканий не было ну как и у всех мтз она бывает тяжело включается какая-то передача она должна приработаться но там как бы у нее так она прирабатывается а уже после приработки начинает выбивать передачи но они нет на этом ничего не выбивает все нормально просто сейчас передачи включаются уже получше чем вначале начале так тяжеловато втыкаешь сцепление выжато втыкаешь втыкаешь раз попал вот ну вот таким вот образом замки все работает значит еще скажу один момент потом я зайду в кабину как видим кабина хорошо остеклена и у нее хороший обзор на все хоро это как бы плюс и он же является и минусом например вот это стекло боковое уже нет левая извините левая разбивалась разбивалась камнем из-под косилки вот косил в таком месте и были камни и вот камнем разбивалась это стекло благо их ну они продаются их можно купить но как бы вот неприятность а вот стекло задней заднее вот это стекло особое вообще разбивалась раза три наверное за этот год мы его меняли покупали слава богу они были в продаже а так вообще вещь очень неприятная разбивалась как например был ставили опрыскиватель и было открыто стекло подняли опрыскиватель ударил опрыскиватель по стеклу все стекла нет один раз при сдаче задним ходом подвернулся прицеп так что тоже ударил стекло разбились разбил это я разбивал так стекло вот ну еще один раз по моему тоже что-то из-под косы вылетала и разбивала это стекло ну короче стоило она раньше 600 рублей сейчас она стоит уже 1000 рублей вот это стекло так ну пойдемте дальше салон значит салоне вот в этом месте постоянно собирается вода я даже не знаю до конца откуда она попадает наверное из-под стекла вот этого все-таки которое мы меняли может его надо подогнать лучше расположить вот вот эта проблема так буквально наверное начале лета еще сломалась спинка сиденья видите вот она не держится почему сломалась вот здесь есть такая вот штучка для того чтобы ее регулировать эту спинку сиденья вот я сейчас поворачиваю там видите выступы вот эти выступы заходят он видите видно такие вон и вот тут была ручка такая и вот эта ручка он лопнула видите на этом месте вот просто лопнула там где был шплинт у нее сплинт с пружинкой и все теперь вот только руками можно зафиксировать у нас падает периодически все то есть вот это так так сломалась это сиденье восстановить но я не знаю запасных частей на сиденья нигде не находил новое сиденье стоит 19000 рука не поворачивается за него отдать видите вот она даже промялась вот здесь вот с одной стороны вот этого часть промялась ну цена конечно высокая за него так теперь ну включение вома довольно большое усилие надо делать хоть мы и регулировали ну так как бы надо напрячь включить вом и выключить тоже напрячься надо вот это такая вот есть вещь так реверс реверс работает хорошо никаких проблем нет давление масла было один раз понизилось давление до фактически на холостых на до единицы просто по подкрутили чуть-чуть там пружинка и регулировочный есть болт такой по инструкции регулировали так гидравликой тоже проблем нет ну здесь особенность такая что чтобы опустить подвеску надо рычаг вниз правый заднюю навеску чтобы поднять рычаг вверх вот этот недостаток скажу по кабине что нет нормальной розетки для того чтобы включать разные там электрику пресс-подборщика какие-то например там навигатор и так далее нет прикуривателя это беда вот мы тут дима варганит вот сам какие-то вот такие вот прикуриватели вот и мы их вот ставим и так используем это тоже неправильно могли бы сделать хотя бы две розетки для этих целей то есть розетка какая-то под прикуриватели или под какой-то стандартный разъем чтобы можно было включать вот этого нет значит есть еще один недостаток который это по скорости видите максимальная скорость которую обеспечивает этот трактора 15 с половиной километров в час у нас есть перегоны на дальние поля ну как дальние километров 6 надо ехать может быть 5 вот и там часть дороги по асфальту и вот это конечно большая проблема что у тебя вот такой вот идет трактор едет с маленькой скоростью когда хотя бы мог бы ехать хотя бы 20 километров в час а он едет намного медленнее вот что еще могу сказать рулевого управления проблем нет ручник тоже до сих пор держит все нормально и даже не регулировали то есть он в принципе хорошо держит и с тормозами в этом тракторе проблем нет замки работают печка работает обдувы все электрика вся работает то есть ничего не ломалось ну как бы коврик тут единый такой общий стоит и поэтому тут грязь ну можно легко вычищать убирать ну как видите до сих пор осколки стекла валяются которые вот последний раз разбивали да и не сказал сколько мы проехали сейчас моточасов я сейчас включу посмотрим вот 632 моточаса это еще не прошел и год с момента начала эксплуатации этого трактора сейчас заведу послушайте как работает а а принципе наверное вот и все что я хотел сказать про этот трактор ну как видите вот крыло загибается эти она доходит в крайнее положение здесь трет об раму или об ящики до конца не приглядывался еще открывалась иногда по большим кочкам открывался капот вот это тоже была такая такой недостаток ну в остальном в остальном ничего сказать не могу потому что все все работает двигатель достаточно мощный ну если он не мощно это только из-за того что бывает буксует просто трактор легкий а так принципе все хорошо ну все вот что хотел сказать рассказать показать про трактор 92p который находится у нас в эксплуатации около года всего всем доброго до свидания подписывайтесь на наш канал будем рассказывать о том что нам встречается во время нашего ведения хозяйства работы с техникой по агротехнике по работе с животными так что я надеюсь будет интересно всего доброго до свидания